Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня я решила поговорить на тему, которую подсказала мне сама жизнь. А именно, недавно ко мне обратилась женщина с просьбой испечь ей безглютеновый хлеб. На вопрос о том, страдает ли она целиакии или у нее есть аллергия на пшеницу, она сказала мне нет, ничего этого у нее нет. Зачем же вам тогда безглютеновый хлеб? Она сказала, ну как же, у меня диабет второго типа. То есть она считает, и я думаю, это заблуждение довольно-таки распространено, что диабетикам второго типа нужен либо безглютеновый хлеб, либо они должны придерживаться питания, в котором вообще нет хлеба. Поэтому я решила в сегодняшний эфир посвятить этой теме. Хлеб и диабет второго типа. Ну, начнем с того, что же такое диабет второго типа. И почему ответ женщины, что ей нужен безглютеновый хлеб при диабете второго типа, никак не взаимосвязан. Глютен – это пшеничный белок или ржаной белок, который содержится в меньшем количестве, но тем не менее. То есть это злаковый белок. Диабет же второго типа характеризуется повышением уровня сахара в крови выше нормы. Диабет второго типа может возникнуть в любом возрасте, но по статистике им заболевают люди среднего и старшего возраста, от 40 до 60 лет. Эта болезнь также называется болезнью пожилого человека. По статистике, 80% людей, имеющих диагноз диабет, страдают избыточным весом и ведут сидячий образ жизни с низким уровнем физической активности. Как же лечится диабет второго типа? А диабет второго типа лечится здоровым питанием, физической нагрузкой и лекарствами. В отношении здорового питания, питание диабетиков не сильно отличается от питания, которое рекомендуется всем людям. Главный вопрос этого стрима – можно ли диабетикам хлеб? Мы начнем с того, что вся пища состоит из макронутриентов. Это белки, жиры и углеводы. В то время как белки и жиры очень незначительно влияют на уровень сахара в крови, углеводы влияют напрямую. Как известно, существуют простые и сложные углеводы. Так вот, диабетикам в особенности нужно следить за качеством употребляемых углеводов. Они должны быть сложными, а не простыми. И главный соратник диабетиков в борьбе с болезнью – это клетчатка. Сейчас я покажу вам несколько продуктов, а вы подумайте, что их связывает и что разъединяет. Белый и коричневый рис. Сок морковный и апельсиновый. Морковь и апельсин. Цельное зерно. Хлеб. Что же объединяет и связывает все эти продукты питания? А связывает и разъединяет их наличие в них клетчатки. Как я уже сказала, клетчатка – это главный друг, товарищ и брат любого диабетика. В отношении зерна вот зерно, клетчатка, вот она продается в магазине, как отруби, находится во внешнем слое. При помоле зерна и при производстве белой муки, а также всех остальных видов муки, за исключением цельнозерновой, клетчатка в той или иной степени, в зависимости от сорта муки, удаляется. Именно здесь содержатся все пищевые волокна. Диабетики должны употреблять в пищу хлеб, который состоит из максимального количества пищевых волокон, то есть с большим содержанием клетчатки и семян. Семена могут быть тыквенные, подсолнечные, льняные, а также смесь. Вы скажете, неужели недостаточно, если хлеб будет выпечен только из цельнозерновой муки, ведь здесь содержится все зерно. Так, но не так. Дело в том, что сложность углеводов, их скорость всасывания напрямую зависит от того вида, в котором они находятся. То есть, если мы возьмем цельное зерно, сварим его, то мы получим продукт с наименее низкой скоростью выброса сахара в кровь. Если мы смолим это зерно, например, в крупку, то есть еще не в муку, но в крупку, этот продукт будет иметь уже несколько более высокую скорость, с которой сахар будет поступать в кровь, но все же по сравнению с цельным зерном, но все же более медленным, чем цельнозерновую муку. Чем более переработанный продукт, тем выше скорость выброса сахара в кровь после употребления этого продукта. поэтому если мы испечем хлеб только из цельнозерновой муки, безусловно, получим продукт более полезный, чем если бы он был испечен только из белой муки, но если мы добавим в этот продукт из цельнозерновой муки цельные зерна, то есть зерна не дробленные, они значительно уменьшат скорость поступления сахара в кровь. Поэтому для диабетиков исключительно важно употреблять хлеб и хлебобулочные изделия с большим количеством зерен и желательно из цельнозерновой муки. Если вы употребляете хлеб из белой муки, например, легкий французский хлеб, он также должен содержать себе максимальное насколько для вас это возможно количество семян цельных нетробленных. При этом, как я уже говорила в предыдущем эфире, весь ваш хлеб обязательно должен быть на закваске, потому что длительная ферментация при изготовлении изделий на закваске способствует снижению гликемического индекса готового изделия. Во время ферментации дрожжи и малышно-кислые бактерии питаются сахарами и эти сахара утилизируются ими во время длительного тестоведения. Поэтому гликемический индекс готового продукта, изготовленный на закваске, будет значительно ниже, чем гликемический индекс хлеба, например, и выпечки, которая изготовлена быстрым способом. Подведем итог. Можно ли употреблять диабетиком второго типа хлеб? Ответ безусловно. Какой это должен быть хлеб? Это должен быть хлеб, во-первых, на закваске, потому что гликемический индекс такого изделия значительно ниже, чем если бы он был выпечен на дрожжах в более быстром тестоведении. Мука для хлеба должна быть максимально грубой. Во-всяком случае, желательно увеличить процент цельнозерновой муки по максимуму, насколько вам это будет возможно и приятно. также необходимо просто обязательно использовать в вашу выпечку цельные семена любого вида, любого вида. Это у меня просто здесь примеры. Это может быть и мак, и кунжут, и семена чия, все что угодно. Могут быть также, и это очень даже желательно, семена пшеницы, ржи, гречки, амаранта, пшена, овса, отваренные и добавленные в хлеб. Это будет превосходным вариантом для людей с тибетом второго типа. Если подытожить все сказанное, самым идеальным вариантом хлеба для диабетиков второго типа будет ржаной, именно ржаной хлеб на закваске с большим количеством семян и зерен. Примером такого хлеба может служить датский ржаной хлеб. Я 18 лет прожила в Дании и обучалась хлебопечению именно там. В одном из последующих эфиров я обязательно покажу вам, как приготовить настоящий аутентичный датский ржаной хлеб. Он очень вкусный, сытный и рекомендуется датским сообществом диабетиков в качестве ежедневного продукта питания людям, страдающим диабетом второго типа. Уважаемые подписчики, я надеюсь, что этот эфир был вам полезен, что вы подчеркнули из него для себя что-то новое, чего вы еще не знали. Поэтому я буду благодарна, если вы подпишетесь на мой канал, разместите ссылки на этот эфир в своих социальных сетях, поставите лайки, а также напишите мне в комментариях, какие еще темы вы бы хотели, чтобы я осветила в следующих эфирах. Благодарю за внимание. Субтитры Продолжение следует...